Первое, что нужно знать, это то, что у души есть три качества, три энергии. То есть у души есть сознание, это сознание пропитывает все тело. И почему человек, допустим, живой или мертвый? Живой, вот ощущение, что живой, это энергия сознания. Понимаете? Сознание души делает человека живым. В сознании есть три составляющие. Первая составляющая – это энергия желания любить или энергия счастья. Понятно, да? Первая составляющая. Все люди хотят счастья. Никто не хочет несчастья. Все хотят любить. Все люди на земле, на такой большой земле, С детства вечно ищут счастья. Да? Ну, то есть есть такая песня. Все хотят счастья. Теперь, все хотят знания. Да? То есть, все хотят знать, как жить, что делать. Иногда человек даже спать не может. Что такое стресс? Человек не спит. Почему? Потому что он хочет понять, что же делать, что же делать. Он хочет понять, поэтому не может заснуть. Знания. То есть, у души есть желание любить, желание знать и желание жить. Вот никто не хочет помирать. Все хотят жить. Три вот этих энергии. Знания, любви и вечности. Душа хочет. Вот эти три силы. Желание вечности. Кто больше жить хочет? Мужчина или женщина? Женщина, конечно, мужики, они тупые. Они как бы жить не хотят. Женщина, конечно, больше хочет жить. Потом мужчины, они мрут там, как мухи, там, под танки бросаются. Женщина, она намного в этом плане разумнее. То есть, она больше хочет жить. Теперь, дорогие мои женщины, хочу вам сказать одну вещь, чтобы... Ну, это так. На самом деле, одинаково. Ну, если честно, одинаково хотят жить и женщины, и мужчины. Просто мужчина ради женщины готов оставить свою жизнь. А женщина ради ребенка готова оставить свою жизнь. Ну, чтобы вы знали, что если вы сильно хотите жить, вы думаете, если и ваш ребенок будет в опасности, вы легко оставите свою жизнь ради него, женщины. А мужчина легко оставит свою жизнь ради женщины. Но все хотят жить одинаково, понимаете? Теперь, следующая составляющая. Это энергия любви или счастья, или личных отношений, гармонии. Вот знайте, что когда душа хочет счастья, любви, нежности, заботы, она рождается в женском теле. Вот в женском теле эту возможность реализовать, вот эту вот любви, намного больше, чем в мужском. Мужчина зависит от женщины в своей любви. И поэтому они любят даже по-разному. Вот как, допустим, женщина любит? Она смотрит. Смотрит он на меня или нет? Я ему нравлюсь или не нравлюсь? Если не нравлюсь, любви не будет все. Ну, то есть, она является объектом любви, женщиной. Ну, то есть, она отождествляет вообще любовь с собой. Она смотрит, вот как бы он меня... Я ему нравлюсь или нет? А мужчина по-другому любит. Он смотрит, нравится она мне или нет. Это совсем другая тема, понимаете? Вот женщина, вот смотрите, как женщина делает. Она смотрит. Ага, я этому человеку нравлюсь. Она смотрит. О, я ему нравлюсь. Теперь она думает, нравится ли он мне? Если я ему нравлюсь. А если я ему не нравлюсь, до свидания. Нечего даже думать вообще. Что тут думать? И если она, мужчина, начинает ухаживать, она еще 10 раз проверит, нравлюсь я ему или нет. Как это проверяется? Дарит цветы, не дарит. Смотрит на меня, краснеет, близнеет или нет. Она смотрит, проверяет, нравлюсь или нет. А потом уже она думает, влюбляться в него или не влюбляться. Ну, то есть, женщина, она разрешает себе фактически влюбиться в мужчину, если он в нее уже влюбился. Понимаете? То есть, она сначала, если вы думаете, что я что-то сочиняю, то сейчас эту песню включу. Нет, есть песня такая, которая доказывает это. А, вот она. Так вот работает у женщины вот эта возможность любиться. Ты говоришь мне о любви, А разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, Но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, Только сразу это не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, Одна дождинка, еще не дождь. Кстати, это правильно так влюбляться или нет? А как неправильно? Вот если, смотрите, вот если девушка влюбилась в парня, Или женщина в мужчину влюбилась, А он не ухаживал, не заботился, не добивался, Она просто верит, что когда-нибудь это произойдет. Знайте, что это не произойдет никогда. Вот она в него влюбилась, а он еще этого не делал. Все, до свидания. Этот человек твоим никогда уже не будет. Поэтому сначала он влюбляется. Теперь, как определить женщину, Как определить, что мужчина любит? Вот это говорит, я рассказываю, Для незамужних, незженатых. Да, то есть он начинает добиваться. Если он добивается, значит, любит. А некоторые женщины, они думают, Вот он меня любит, но что-то не добивает. Есть только два варианта, женщины. Первый вариант, вы ошибаетесь. Скорее всего. И второй вариант, он не мужчина. Понимаете, бывает, мужчина, Такого мужчина, все выросло, кроме мозгов. Понимаете, мужчина должен созреть. Вот если мужчина не созрел, То он как бы любит, но не добивается. Вам такой нужен, нет? Нет, работать не будет. Нет, ответственность брать не будет. Даже расписываться не пойдет. Нормально? Нет. Поэтому, вот так вот есть законы. Итак, если вы хотели до рождения еще, понимаете, До рождения в тонком теле сначала душа находится, В психическом теле. Человек уходит из жизни, из грубого тела. Он находится в тонком теле, в психическом теле. У меня, на мой день рождения, Мне Господь сделал такой необычный подарок. Я пришел к своему другу. Он болел раком четвертой степени. И он был уже такой изможженный, худой весь, как скелет. И в этот момент, когда я его навестил, он ушел из жизни. Он посмотрел на меня последний раз, так раз, и все. И потом я увидел, как психическое тело сворачивается в одну точку, Вот в эту. Потом выходит снаружи, из тела, из грубого. Потом он, когда вышел, он себя осознал два раза, Пытался назад вернуться, ничего не получилось. Вот. И так далее, и так далее. То есть я увидел весь процесс. Он описан, кстати, в ведах, вот именно так. Я увидел это все, потому что я чувствую психическое тело. То есть я могу это все увидеть. Вот. И вот эта душа вышла из тела. И она хочет собственную жизнь. Хочет любви, счастья, гармонии, нежности, отношений. Все женское тело. Понятно? Потому что три желания у души есть всего. Первое желание – желание жить. Есть у всех мужчин, женщин одинаково. Второе – желание любви. Женское тело. Третье желание – это желание победить судьбу, разобраться во всем, преодолеть трудности, отстоять, преодолеть, смочь мужское тело. Вот эта энергия знаний или воли, или способности разобраться, победить – это все одна и та же энергия. Это мужская энергия. Энергия любви – это женская энергия. И желание жить – это общее. Итак, у души есть три энергии сознания. И две из них воплощаются в мужском и женском теле. Поэтому мужская энергия, она какая? То есть она помогает женщине во всем разобраться. Она ее стабилизирует. Она дает ей волю, способность быть крепче, сильнее, стабильнее в жизни. Способность опора какая-то в жизни и так далее. Потому что сама по себе энергия любви, она опоры не дает.